Этот праздник начинается с части неофициальной. Общение – главное, ради чего собрались эти люди. В диалогах постоянно встречаются врачебные термины. На столах не праздничная атрибутика, а медицинские приборы. Здесь технология новая. Первая технология – это технология второй шанс. То есть вы сможете нанести каплю крови на тест-полоску, если изначально у вас не получилось. Ленинская районная общественная организация инвалидов-диабетиков празднует свое 20-летие. Совместно решать многочисленные проблемы проще, а забот у этих людей хватает. Получение бесплатных препаратов и средств самоконтроля, медицинское обслуживание и, конечно, социальная адаптация людей, больных диабетом. Мы показываем, что люди с сахарным диабетом, они абсолютно фактически ни в чем не ограничены, ни физически, ни интеллектуально. Они могут делать карьеру, они могут заниматься спортом. Хорошо известно, что много достаточно олимпийских чемпионов с сахарным диабетом на инсулине, болеющих с самого раннего детства. Много известных композиторов, художников, людей с диабетом. Хотя в названии организации и присутствует слово «инвалиды», к этим жизнерадостным и бодрым людям оно вряд ли применимо. Василий Иванович Ермаков болеет диабетом 43 года, состоит в обществе с первого дня основания организации. Когда не было данной организации, у меня связь была только с врачом, эндокринологом. Мы пришел, поговорили, я со своими проблемами пришел домой и все. Создав вот эту организацию диабетиков, мы стали общаться. А есть всемирный девиз диабетиков, девиз таков, вместе мы сильнее. На официальной части мероприятия присутствовали члены и руководство организации, представители властных структур. Начальник организационно-аналитического отдела администрации Ленинского района Иван Самолин зачитал поздравления от главы муниципалитета. Примите слова благодарности за вашу активную жизненную позицию, за тепло и заботу, которые вы дарите людям. С уважением, глава Ленинского муниципального района Олег Владимирович Хромов. Активные участники организации получили памятные дипломы и грамоты, аплодисменты, смех, улыбки. Случайно зашедший человек и не поймет, что у этих людей серьезные проблемы со здоровьем. В чем цель любого праздника? Нового года, Дня Победы. Вот так же и здесь, наверное, у людей есть такая возможность встретиться друг с другом, встретиться с врачами. Вот в рамках таких праздников люди в конце концов просто получают определенную долю самой новейшей информации. Эти люди – прекрасный пример того, что в любой жизненной ситуации важно сохранять присутствие духа и верить в лучшее. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.